Вот они эту крепость верхнюю, до Филиппа II, уже использовали. Значит, она была римской крепостью. И здесь интересное название. Вот где находится Альтеавелия, от нее выход вниз к морю. Как он называется? Кап Негрет. То есть Кап это бухта, бухта черная. А возле Альбира Кап Бланч, бухта белая. Вопрос почему? Субтитры создавал DimaTorzok Сами валенсисты здесь испанцы не объясняют это. Говорят, а из-за камня. Что там в одном месте белое, а в другом нет. Но я когда сам смотрел, камень везде белый. Только если он превращен в гальку, в Альбири, это галечник. Окатанный галечник, гладкий камень. То на Кап Негрете это просто-напросто острозубые валуны. Просто острозубые валуны. Причем это с острыми вершинами. Там плавать страшно. Рыбы там полно. Но там такие катакомбы из этих камней острых. Что они представляют из себя практически терку. То есть условно скажем так. Если маяк, который стоит в Альбире, к белому берегу ты присоединяешься, потому что настоящий маяк. А если маяка нет, и ты зажег этот маяк на Кап Негрет, что будет? Для тебя это будет черной бухтой. Потому что любой корабль того времени, как просто каптерку, разрушится мгновенно об эти камни. То есть вот и правильно они говорят, что это пиратские владения были. А старая поговорка еще одна есть, тоже валенсийцев. Про деревню Пуэбло Берния, которая находится сзади этого форта Берния. Они говорили так. Дос каса стресс бандидос. На каждые два дома три бандита. Даже во времена Франко. Франко ничего с этими бандитами сделать не мог. Значит их корни более древние. И там тайн еще больше. Поэтому это очень интересный момент с точки зрения не просто даже истории классической, а истории практической. Когда ты можешь идти и прямо на дороге найти артефакты. Даже раскопки проводить не надо. Это все усеяно. Я сам находил обломанные подковы. Причем подковы небольшие, значит это были либо мулы, либо ослики. Но здесь тоже интересная вещь. Есть здесь уникальная порода осликов, бернийских называется. Тоже в Пуэбло Бернии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы дальше будем для вас делать красивые видео. Кроме исторических моментов здесь, на территории Коста-Бланки, и вот в частности Марины Альты. Потому что у нас вот эта территория, вернее не Марины Альты, а это Марина Байса. Это на Валенсиана, морская нижняя. Все побережье Коста-Бланки делится, называется, делится на две части. Марина Альта и Марина Байша. На валенсийском диалекте. Вот Марина Альта начинается с Дени и заканчивается Валенсией. А от Дени до Таревехи, это Марина Байша называется. И вот здесь одни из самых древних поселений, это вот Альтеавелия на побережье. Одни из самых древних. И вот если говорить о том, что у них, как говорится, здесь такого самого интересного тоже. Я когда рассказывал, говорил о форте Берния. А есть еще Пуэбло Берния. И вот Пуэбло Берния чем интересно славится? Пуэбло Берния славится тем, что там есть уникальная порода осликов, местной породы. Это вообще эндемики. То есть, нигде в других местах их нет. Это ослики величиной с лошадь. Это очень мощные животные, которые использовали в давние времена испанские конкистадоры при захвате Индии, Вест-Индии или Америки. Они как раз использовали тоже. Потому что очень много выходцев, даже есть целое государство, в котором диалект есть валенсийский. В частности, Аргентина. Вот Аргентину как раз осваивали конкистадоры из Валенсии. Потому что диалект аргентинский, они шипящие вставляют. Чего испанцы не делают. Здесь только валенсийцы шипящие. Вот я сказал Марина Байша. Марина Байша на валенсийском это Марина Нижняя. То есть Баха. По-испански Марина Баха будет. А по валенсийскому диалекте будет Марина Байша. То есть шипящие. Так вот только в Аргентине встречается это. Вот там у них плая. Это не плая, а плажа. Позжо. Цыпленок. Не пою, а позжо. Говорят. То есть вот эти диалектические элементы можно проследить даже туда. Из древних корней вообще. Захвата. И самое интересное то, что только в Аргентине есть такого типа ослики. Что говорит тоже, что это отсюда все. И вот эти ослики очень покладистые, очень трудолюбивые, очень спокойные. И даже есть вот, как говорится, со стороны форта Берни, там есть тропа, по которой можно проходить. И вот чтобы покататься, там даже у них была такая интересная, как бы, опция, да. Это такси де Буррос. То есть ослиное такси называется. И вот на этих осликах они катают к этому форту Берни оттуда. И рядом там у них еще есть более интересная вещь. Там тоже, как говорится, есть, можно посмотреть вживую, как выращивают, вот, быков каридных. Там есть одна гранха, на которой этих быков выращивают. Я сам видел их. И это все можно посмотреть еще с такого интересного места. Там есть ресторан, называется Риаль Берни. Там есть блюдо валенсийское из бычьих хвостов. Это бычьи хвосты тушеные. Очень вкусно. То есть там есть такая инфраструктура. Ну, конечно, нужно с автомобилем. И потом, конечно, там погулять можно спокойно. Можно хорошо покушать. И потом очень хорошо погулять. То есть все это посмотреть. Там инфраструктура тоже очень хорошая. Именно сделано для путешествий. И там все увидите, все своими руками пощупаете. Ну, я просто, когда увлекаюсь этими вещами, я не могу. У кого увлекаетесь сразу? Ну да, надо зажигаться, чтобы смотреть. Я еще не видел неолит. В пещеры я не заходил. А вот здесь есть еще одна фишка изумительная. Если хочешь, мы можем подняться на самую высокую точку Бенедорма. Где вот на ринконе, который вот этот высокий свечка, вот оттуда крышу видно. Вот этого самого высокого здания. И там, представляешь себе, панорама. 360 градусов. А там просто обалдеть. Тут без всякого дрона там вид такой, что просто фантастический. И можно все это спокойно снять. Хоть ночевать оставайся. Там есть, можно спокойно. Ну, скажем так, мне сейчас понадобится чуть больше времени с передышками. Ну, не сильно подготовленный. А кто помоложе, кто более подготовленный. Буквально, я поднимался туда еще 4 года тому назад. За 50 минут. На самую вершинку. Есть разные люди. Разные турецкие. Есть такие, что даже не хотят с машин выходить. А есть реально спортсмены, которым только давали новый маршрут. Я знаю это. Миш, я знаю это. Я знаю разную публику. Так вот, для тех, для ленивых, вот туда, на Форт Берния, с обратной стороны. Не сюда. Сюда очень тяжелый подъем. Люди убегали, когда в лихолетие какое-то наступало, когда враг приходил. Ну, вот представь себе, как переход осуществлялся от кельтов к Риму. Это же непростой переход был. Римляне уничтожали кельтов очень серьезно. Кельты сопротивлялись очень серьезно. Недаром напротив кельтских крепостей, разрушенных просто до основания, ставили римские крепости. Это не просто был обычай. Это был показатель того, что враг побежден раз и навсегда, и от него ничего не останется. Его никогда здесь не будет вообще. Это римский стиль был. Когда после Рима пришли готы, вестготы, кстати, и вельтготы. А ихняя, как говорится, родина, знаете где? Северная Причерноморья. Крым в свое время был тоже родиной вестготов тоже. В очень далекие времена. Кстати, подтверждение тому, катакомбная церковь, существующая, еще которая существует, ее остатки эндемиков уже, в Крыму представлена, и в Крыму называется епархия православная, готская. В Крыму готская епархия. Представлена она катакомбной церковью. То есть, это вообще практически ранние христиане, это первый-второй век. Первый-второй век. И вот они пришли туда, принесли тоже, уже, как говорится, тоже были. Почему им христианство принимать уже не нужно было? Они в первом-втором веке уже были христианами. Это тоже не хотят принимать. Типа того, от Рима христианство пришло к всем этим дикарям. А нет. Не такие уж они дикари были. Если бы они были бы дикарями, они бы Рим никогда бы не покорили. На минуточку. Просто не смогли бы. При всей технологии Рима. Значит, у них технологии были выше. И оружие было другое, и у них организация была иная, и так далее, и так далее. Но это уже отдельная история. Но вот когда сюда, в Испанию, пришли вот эти Вестготы и другие германцы. Ну, в IV веке они сюда пришли. На Иберийский полуостров. И до того момента, когда сюда пришли в VIII веке магрибцы, мусульмане, которые стали мусульманами, здесь был полный бардак. Здесь администрирование было плохое. Это ничего не развивалось. Здесь населения было очень мало. Очень мало было населения. Потому что все больше уходили туда, в Европу. А это были задворки Европы. Иберийский полуостров, он же Пиренейский полуостров, он был задворками Европы. Поэтому, когда сюда пришли мусульмане из Магриба, магрибские мусульмане пришли, а магрибский султанат или магрибское царство включало в себя Алжир, Тунис, Марокко или Берию, всю северо-западную Африку. Это не арабы были. Это не арабы. Вот их потомки, они здесь и живут. Вот праздник Морошей Христианос. Субтитры создавал DimaTorzok Я когда разговаривал... Валькоэ с вот этими... Там же это все разделено на шеренги, на эти колонны. Они филы называются у них. И вот одни филы христианские, другие филы мусульманские. Так самое интересное, то что те, кто в филах мусульманских, они потомки тех, как бы, завоевателей арабских, которые пришли. Так вот, они сами говорили, кто они, чьи корни у них. У них корни не мусульманские, но они не арабские. Вообще, понятия арабского халифата вообще не существовало до 1905 года, между прочим. Где Лоуренс Аравийский, для того, чтобы разрушить атаманскую порту, великую империю турок, в которую тот же Магриб древний входил, турецкая империя простиралась аж до Либерии. То есть, от запада Африки по всему северу вместе с аравийским полуостровом. Это все было турецкой империей, это все забыли. И вот тогда придумали арабский халифат, придумали понятие общее, арабы. Которые принесли миру математику, которые принесли миру медицину. Вот что стали поднимать британцы, для того, чтобы, как говорится, начать национально-освободительное движение народов, бедуинских, когда они говорили. И Лоуренс Аравийский, полковник британской армии, возглавлял все это. Потом произошла Первая мировая война. Британия своей позиции укрепила, все остальные пали. Все империи пали, кроме британской. И японской. Все империи пали. Все. Все европейские империи пали. Но и Британия долго не просуществовала. В 1937 году, когда Индия получила свободу за счет той же, как говорится, национально-освободительной революции, британцы получили то же самое, что они их и насаждали. И здесь, если сравнивать вот эти все события, то есть понятия арабского завоевания не было. Косвенно подтверждает это даже сама Изабелла Кастильская, которая сказала, мы захватим всю территорию Испании, но Гранаду не трогать. Аля-Ламбру с мечетью пророка Мухаммеда не трогать. И она стоит до сих пор только благодаря этому. Никто не тронул. Никто не тронул Аля-Ламбру. А все забыли, что здесь было 65 султанатов. На территории маленькой Испании было 65 султанатов. То есть в каждой деревне султан был свой. То есть представляете себе степень федерализации этого? Да сейчас Швейцария только имеет такую степень федерализации. Это да. Но Швейцария с 1610 года существует. А это существовало с 8 века. И простой пример о захвате этих территорий. Магрибцы, когда пришли, здесь была пустота. Представьте себе, весь, весь Пиренейский полуостров был освоен магрибцами всего за полгода. Тогда, когда до этого сотнями лет война была в Европе. Тогда, когда ни одного, меньше 10 лет, ни одной войны не проходила. Это что за такое? Кто же там сопротивлялся? Или они такие были мощные, что всех там резать было некого? Простите. И они не тронули ни одного храма христианского. Вот современные христианские храмы имеют корни африканские. То есть вот в той же самой Сарагосе, в той же самой Гранаде. Освобождали от этих арабов. Никаких арабов не было. И только те, кто согласились принять христианство, те оставались. Все остальные были физически вырезаны. Была такая резня огромная, что вот у моего приятеля немца Детлифа была знакомая Бегония. Она сама вот из Холона. Рядом там есть еще одно Поябло маленькое. С таким очень неблаговидным именем у этого Поябло. Говорить даже не буду. Это сами на карте, можно посмотреть самим на карте. Увидите это слово в русской транскрипции. Это, конечно, сногсшибательно. И вот она говорила, что нас сюда, моих предков сюда привезли с Балиарских островов. И когда говорят о корнях валенсийского языка, то на Балиарских островах разговаривают на майор Кине. Он не признан пятым языком национальным здесь, в Испании. Но он на валенсийский похож, но ближе, чем русский и украинский. Вот так. То есть, все, если рассматривать исторические корни по своей логической связи, то ты тогда всю картину можешь увидеть. Если не брать политику, если не брать государственные приоритеты, если не брать кто, простите, старше кого. А так, как это должно быть. А по Иберам, по Иберам, здесь вообще, как говорится, Европа не хочет признавать уже те исследования, которые проведены очень давно. Православный святой отец Григория Пирадзе, которого Гитлер лично приглашал к себе, для того, чтобы он начал читать лекции по истории православия в Берлине. Он отказался это делать. Почему? Потому что он не принимал фашистскую идеологию. Его потом в Освенцим поместили. И в Освенциме он погиб смертью мученика, потому что украл кто-то хлеб и должны были каждого десятого уничтожить. И он тогда сказал, что это он хлеб взял, чтобы никого не трогали. Вот он доказал о том, что древняя Грузия, которая называлась Иберия, и Иберия, которая находилась здесь, в Испании, до самой Испании, до всего, до кельтов, до всего, до всего, за две тысячи лет до нашей эры. За две тысячи лет до нашей эры. Это были выходцы из Грузии. То есть, это были иверийцы, которые себя называли Иберами. Иберия, Иверия, простите, даже говорить не нужно, что это одни и те же слова. Б и В в транскрипции. Вот в Испании Б и В не значит ничего. У них и Бр, и Ввар, и Вивир, и Бибир. Это все. БВ ничего не значит. АО у испанцев значит много. В русском современном языке АО не значит ничего. Акающий, окащий, только и всего. А в Испании это значит много. Вот поэтому, как говорится, когда рассматривают все эти вещи, и вот он это доказал на основании того, что он нашел гробницы Иберийского периода, которые были на древнегрузинском и верском языке написаны. И на иберийском. И расшифровал таблички, глиняные таблички, Загадка которых была загадкой многие-многие века, которые сохранились. Они так и называются до сих пор. Они в Лувре находятся. Называются иберийские таблички. Он их расшифровал первый. И в них рассказывается легенда о том, как с одних гор древние грузины переходили в другие горы. Потому что вулканическая деятельность в тот период была очень сильная. И произошли такие глобальные землетрясения, что разрушено было все. И они уходили оттуда искать другие горы, похожие на свои. И нашли. Потому что оказывается этот разлом один. Вот этот разлом тектонический, от Пиренеев до Кавказа, и Кавказ в том числе, это один разлом. То есть всего-навсего, всего-навсего, нужно только раскрыть глаза. А если глаза, как говорится, раскрывать неохота. Вот мы столкнулись с этим очень просто. Когда наш университет, Новочеркасский политехнический университет, принимал участие в проведении раскопок на острове Куркин. Это под Усть-Донецком, в пойме Дона. Там была когда-то древняя станица. Называлась она Золотовская. И таких уже станиц была уже современная, Новозолотовская. Но это уже пятая станица была в округе этой. И вот когда стали смотреть на это острове Куркин. Да, казачьи следы есть. Да, 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 все это есть. Находим, как говорится, вал, забутовку. В забутовке черно-лаковую керамику, греческую, 4 век до нашей эры. То есть в сам вал уже мусор, который ссыпался изнутри крепости, засыпался туда. Так вот, наш руководитель экспедиции, Михаил Иванович Красветный, руководитель. И он же был как раз заведующий археологическим сектором исторического отдела администрации города Новосеркасска. И вот он как раз, имея разрешение на эти исследования, проводил в том месте, 3 сезона мы там раскапывали. И к концу 3 сезона нами заинтересовались, когда стали говорить о казачестве, вот о корнях среднего, это Средний Дон. О корнях казачества Среднего Дона подключились немцы из Баварского археологического общества. Приехали все, казаки, хорошо, казаки, история казаки, ай-яй-яй-яй-яй, хазары, ай, как хорошо. И надо же было Михаилу Ивановичу Красветному показать другое. А тут у нас еще древнее есть. И тебе говорят, что у вас древнее есть? А там вот мы обнаружили неолит. Немцы так посмотрели, ах, неолит, неолит, ах, хорошо, хорошо. Сказали спасибо, а у Фидерзейн и исчезли вообще. Ни слуху, ни духу о немцах. Проходит полгода, с ними пытаются выйти на связь, ноль. Никто на связь не выходит. Просто полный игнор. Потом было сказано, нас эта тема не интересует. Начали копаться, почему же, как говорится, не интересует. И оказалось только одно. Западная теория развития цивилизации не признает неолит за Карпатами. Между Пиренеями и Карпатами неолит – да. За пределами Пиренеев и Карпат – нет. То есть, палеолит, старый камень, пожалуйста, везде. А неолит – это только европейское достижение. Вот здесь корни цивилизации современной. Все остальные обезьяны. Вот такая позиция, простите, если, как говорится, люди себя считают здравомыслящими существами, если люди способны анализировать, если люди, как говорится, себя считают человеколюбивыми и, как говорится, объективными, как они могут, как они могут игнорировать абсолютно очевидные вещи? Только потому, что, как говорится, есть мое мнение и неверное. Вот поэтому, поэтому все проблемы современного мира только от этого. И история, есть объективная история, а есть история, которая подкручивается под какие-то конкретные политические моменты. Только и всего. И вот она, Испания. Вот, я когда приехал сюда, я просто обомлел. Когда увидел все вот это, ну, полный игнор. Кельты – мусор. Рим – хорошо. Кельты – мусор. Иберы – да, но как бы непонятно, кто это. А вот кельты нет. Только почему кельты нет? Я просто тоже думал, почему кельтам нет? А потому, что их родина между Уралом и Волгой. Ай-яй, как нетолерантненько получается. Вот и весь ответ. Но если мы хотим, как говорится, действительно насладиться тем, что мы открываем для себя и видим реальные объекты, которые мы открываем здесь, и на них ответов нет. В современной истории той же Испании. Я считаю, что это очень-очень интересно. Где-то там какие-то перуанские, африканские, там и прочее, 5-10. А тут вот оно, современное. Современное. И все эти следы, вот они. Свежие. Прошло 2,5 тысячи лет, как будто эта деревня вчера сгорела. Вот так. То есть, много очень интересного для пытливых умов. Много очень интересного. А для диванных аналитиков. Тоже достойное занятие. Если оно объективное. Если оно объективное, то почему нет? Информация везде. Господь Бог есть информация. Только нужно его увидеть. Если откроется. Вот не всякому дано увидеть эту информацию. Я в свое время физиком, когда тоже в университете дебаты различные были. Особенно, как говорится, в кулуарах ученого совета. И был такой доктор-профессор. Лазовский Владимир Николаевич. Не знаю. Ему уже тогда преклонных лет было. Жив-здоров, не знаю. Но если жив-здоров, то дай Бог ему здоровья. И значит, он как-то начал обсуждение с того, что, как говорится, он может доказать отсутствие Бога. С точки зрения экспериментальной физики. И что-то начал там проточку во Вселенной. Там т.т.т. В общем, короче, говорится, куча всего всевозможного. Я сидел, слушал, слушал. А я, да, проектором университета был. Он говорит, Михаил Владимирович, вы так внимательно слушаете. Неужели вы все это понимаете? Я говорю, больше. Я не просто понимаю. Я вижу, где у вас не срастается. Вон. И где же у меня тут не срастается? Я говорю, вот формула, которую вы приводите, я говорю, вы их каким образом формулируете? На основании чего эти формулы, которые вы приводите, они у вас появились? Вы их открыли или сами каким-то образом эмпирическим высчитали? Я их высчитал. Я говорю, тогда это не может быть правдой. Он говорит, почему это не может быть правдой? Я говорю, не срастается. Вот просто не срастается. Потому что физика – это прямое доказательство Бога. Он говорит, а как понять? Физика – прямое доказательство Бога. Я говорю, законы физики вы открываете или придумываете? Все законы физики открыты. Значит, все это уже существовало в этой форме. Вы просто это открыли. То есть, вам был доступ к этой информации. И вы ее получили. А в данном случае у вас доступа нет. Поэтому вы придумываете. То есть, там тишина гробовая была. Почему? Потому что, ну, никто такого ответа с точки зрения не физики, физику дать не получалось. Но мне стало, меня это зацепило. Почему? Потому что, во-первых, ставить, как говорится, физику выше гуманитарных наук – это неправильно. Даже с точки зрения науки. Вот, есть в библиотеках библиографический отдел. Каталог библиографический. Он не по алфавиту, не как алфавитный формируется. Не от А до Я. А совсем по другому принципу. Базовой наукой какая является наука, как ты думаешь? Философия. Влечение к мудрости. Вот философия, она на букву F. А в библиографический справочник, она на букву Я. Основа всех наук, фундаментальная, теоретическая наука, которая называется философия. Влечение к мудрости. То есть, постижение через теоретическую часть. То есть, то, что ты откроешь, и то, что тебе информация откроется, ляжет основанием для подтверждения всего остального. Никогда теория не станет теорией из гипотезы, если она не будет подтверждена практикой. Если законы физические подтверждают теоретические, вот. Эммануил Кант, Калининград, Кёнигсберг. Он основал школу агностицизма. То есть, агносис – это незнание, то есть, отрицание знания. Ну, как бы, не само отрицание знания как такового, а отрицание того, что мир познаваем. Агносис – это незнание мира как такового. И его невозможно узнать. Это еще говорил 200 лет тому назад Эммануил Кант, который за 150 лет до открытия спутников Марса четко доказал, что они есть. Теоретик, философ, агностик. За 150 лет до физического открытия их. То есть, обнаружения в телескопах. То есть, вот, есть вещи, которые, как говорится, являются, как бы, открылась информация. И она потом осмысливается. И потом, когда уже, как говорится, на практике срастается все это, то получается то, что нужно. А не кто-то там, мудрствуя, лукаво, что-то придумал. Нет, милые мои. Вокруг нас поле информации. Вы можете увидеть вселенскую информацию? Никогда. Никогда. Потому что, но все информативно. Возьмите любой объект. Атом расщепили. Сколько там уже этих всех частиц элементарных? Около пяти тысяч. И конца им не видно. Но они же все несут. Как мы их отличаем друг от друга? Они информативно отличаются. То есть, информация одного отличается от информации другого. У этого структура вот такая. Ну, клеточная структура или там другая какая-то структура. Она же другую форму имеет. Следовательно, она сформирована на других каких-то основах информационных. А с водой что происходит? Вода это вообще супер структура. Супер, 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 супер структура. Вот фильм BBC «Вода». Просто изумительный фильм. Он уже лет 15 как вышел. Я его периодически все равно просматриваю. Потому что это, конечно, выдающееся исследование, которое они провели. Как молекулы воды структуру свою меняют под действием информации. А все ДНК на чем написано? То есть вся информация о человеке, о любом биологическом объекте, на минуточку, на чем написано? На каком таком носителе? Как этот носитель называется? Дизокси-рибонуклеиновая кислота. На кислоте весь генофонд любого биологического объекта написан. На кислоте. Информация? Информация. Только информация. Соедини, создай эту информацию. И когда мы поймем, как эта информация создана, мы тогда поймем механизм. Но нам это откроется только тогда, когда мы сможем дорасти до этого. Вот, казалось бы, страшно, да, ядерное оружие. Расщепление атома. Но после тех страшных войн, которые последние страшные войны, в которой погибло 70 миллионов человек во всем мире. Господь дал и открыл эту. Он не дал в руки тем, кто, как говорится, с другой идеологией шел, с уничтожением. Не дал им. Не получилось у них ничего. Но получили в руки другие, которые имели мозги. И знали, что применение вот этого, как говорится, это самый мощный сдерживающий фактор. И только благодаря этому сдерживающему фактору мы живем. Как это страшно не звучит. Но мы уже 70 лет глобально не воюем. Почти 80. Глобально не воюем. А всего-то появилось вот такое страшное оружие. Значит, это нам пошло на пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok